Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня я хочу рассказать о моей надёжной часы. То есть они механические и кварцевые, которым уже и 12 лет. Есть часы, которым уже 22 года, которые я использую командирские. Или второе видео, как выбрать себе наручные часы. И давайте начнём на личном опыте, я всё вам покажу и расскажу. Вот мои часы, которые я использую. То есть каждый выбирает часы под себя. Я что понял, что для меня выбор самое главное, чтобы они были очень надёжные. Чтобы хватало их на много лет использования. Были они надёжные. А самое главное, чтобы они были ещё для меня водонепроницаемые. Я часы носить люблю, я беру их на рыбалку, чтобы они упали в воду, в грязь. Если я там опустил воду при уважении рыбы. Или я буду в них плавать, нырять. Чтобы все часы были водонепроницаемые. И все они этому соответствуют. Далее. Электронные часы, которые синхронизируются. То есть телефонами, которыми можно вставлять сим-карту. У меня, конечно же, они есть. Я покупал. Но часы мне эти дико не нравятся. Не знаю почему. Именно когда... У меня есть ещё часы электроника. То есть я тоже их показывал. И есть я не буду их показывать. Но мне не нравится вот и формат электронных часов. Не нравится и всё, когда вот цифры электронные. Такое ощущение, что в этих часах просто нет души. Не знаю, как объяснить. Может кто-то меня поймёт. Но не нравится мне они всё. Я их носил, долго не смог. То есть хотя их хватает. И циферблат вот этот электронный. Я сразу их убрал для себя. Потому что мне они не нравятся. Хотя до сих пор они все работают. Можно синхронизировать с телефоном. И без проблем их использовать. А также принимать звонки. Часы. Есть также механические часы. Вот со времён СССР. Тут тоже можно поставить ремешок ракета. Использовать. Но тут мне не нравится постоянно их заводить. То есть и для себя при выборе. Вот самые основные, которые 5 часов, которые я использую. Они все очень надёжные. То есть вот эти часы Ориента. Уже и Касио. 12 лет. Командирским. Этим вот часам. 14 лет. Я помню. Потому что я их брал раньше. Сперва. И вот этим часам уже 22 года. Мне на 14 лет дарили командирские. И с ними ничего до сих пор не случилось. Вот здесь надо уже поменять батарейку. Батарейку я менял уже 2 раза. 4, 8, 12. Уже видите. Ну на 3-4 года батарейки хватает. Здесь они часы Лорус. Они тоже водонепроницаемые. Достаточно надёжные. До 100 метров. Есть миллисекунда. Есть секундная стрелка. Секундомер вот этот можно включать. И останавливать. И то есть подсветка классно часов. Всё достаточно точно. Хоть здесь поменять батарейку. Они рабочие. Далее командирские часы. Водонепроницаемые. Автоподзавод. То есть идет фосфорная подсветка. Чтобы ночью можно было посмотреть число и время. То есть дата и время. И самые основные, которые я сейчас ношу. Здесь что мы видим. То есть вот такие водонепроницаемые часы. Здесь ориент. То есть быстро я покажу в честь часы. Более углубляться не будем. Здесь очень стильный дизайн. То есть секундная стрелка. Здесь есть дата. Здесь есть. То есть включаем вот этот вот. То есть идет миллисекунды, секунды. Секундомер можно такой. Хронограф, тахометр. Все здесь есть. Далее. Есть часы ориент. Тоже достаточно стильные. Здесь дни недели показ. Второе время. Второе время. И число. Тоже секундная стрелка. Минутная, часовая. И также часы Кассио. Здесь тоже дата. Второе время. Секундная стрелка. И то есть идет вот этот вот секундомер. Секундомер стрелка вот здесь идет. Здесь показывают вот эти минуты. Можно время. Очень удобно засечь время. Но часто я этим не пользуюсь всем. Самое главное. Вот эти вот часы. Чем мне они нравятся. Что самое главное при выборе. При выборе мне должно быть, чтобы они были водонепроницаемые. Это вам пригодится. То есть когда вы будете плавать, вываживать рыбу. Попадут они в грязь. Ничего с ними не случится. Хотя они не противоударные. Но они падали 2 миллиона раз у меня. И ничего с ними не было. Далее. Мне именно нравятся вот эти. Чтобы были стрелки. Никаких цифр мне не нравится. Чтобы были именно вот такие вот стрелки. Но при этом мне не нравится постоянно их заводить. Я остановился на кварцевых часах за батарейки. То есть батарейка стоит недешево. Но и менять ее часто не надо. Раз в 4 года можно поменять. Это взять качественную батарейку. Дальше если вы используете. Берите всегда вот такой вот надежный металлический ремешок. Он не ломается. Не выходит из строя. Со временем вот эти вот ремешки. Все остальные могут выходить из строя. Вот этим вот металлическим ремешкам ничего не будет. Но здесь с каучука тоже 12 лет отходил у меня ремешок. Но здесь немножко вот где мы вставляем его. Здесь он разошелся. Вот этот вот зажим. Вот этот я изоленту его перемотал. И вот так вот выбрать часы. То есть берем хорошего бренда. Хорошей марки. И самое главное, говорю, что все они водонепроницаемые. Самое главное, что хватает долго батарейки. Есть. Они достаточно стильные подойдут. То есть для любой одежды надо выбирать. Универсальные, я считаю, все. И самое главное брать металлический ремешок. То есть ремешок не сломается, не порвется. То есть и хватит таких часов на очень много лет. То есть менять батарейку раз в 4 года. И можно их использовать. Ну, также, чтобы везде была дата. Это очень тоже классно. Чтобы была дата. Ну и везде у них есть вот в этих двух секундомеры. То есть иногда очень полезно что-то замерить. Мы включили, что-то готовим. Какое-то время замерить. Я всегда показываю точно время. 3 часа, там 56 минут. Что мы были, что-то время замерить. Для спортсменов, например. На рыбалке иногда я время замеряю. Также что-то, если готовы, там на 1 час, на 2, на 3 поставить. Тоже можно с помощью этих часов. С помощью этих часов можно использовать, то есть зафиксировать время. Самое главное, что все они водонепроницаемые. Вот такие вот часы. Ну, каждый по-своему выбирает часы. То есть каждый берет часы по-своему. Но мой совет. Я просто наручные часы могу носить. Каждому что-то. Мне вот лично. Каждый под себя, конечно, выбирает. Но электронные мне не нравятся. С сим-картами. Вот это, чтобы электронный циферблат. Вот это уже, где цифры. Вот эти электронные. Мне вообще такие часы, честно, ненавижу. А вот эти вот. Остановился я на кварцевых часах. Кварцевые часы тоже достаточно надежные. Советую не брать какие-то дешевые подделки. Там за тысячу, за две, за три. То есть это подделка, соответственно. Вы вот возьмете на две тысячи. На две тысячи часы отходят и сломаются. Лучше брать вот, например, Orient Casio. Они такие более популярные бренды. Это оригинальные часы. Они, конечно, стоят подороже. Вот эти сейчас часы. Тринадцать тысяч стоят. Это около десяти. До сих пор все эти модели есть. Все они больше десяти тысяч стоят. Каждая модель сейчас. Но лучше взять одни часы и использовать их много лет. Если взять какую-нибудь дешевую подделку. Во-первых, у дешевых часов есть много копий. Они тоже кварцевые на батарейках. Но они или спешат, или, то есть, постоянно опаздывают. А эти часы уже проверены. Они все, то есть, все достаточно надежно ходят. И самое главное, я бы порекомендовал брать вот этот металлический ремешок. Потому что с ремешком никаких проблем не будет. Во-первых, приятная тяжесть. Когда вот ремешок мы металлический дали брать. Лучше уж со всеми дополнительными циферблатами. Они придают дополнительный стиль. И также, конечно, я иногда, то есть, замеряю. То есть, я ставлю вот этот секундомер. То есть, он пока сколько секунд, сколько минут, то есть, точно. То есть, надо когда что-то засечь вот это время. Сколько мы там на готовке, на природе, там, спортсменам. То есть, это как раз вот очень сильно пригождается. И самое главное, берите стильные, но при этом берите водонепроницаемые часы. Потому что они все, все часы стильные, но при этом все они водонепроницаемые. То есть, мне самое главное, нужно для походов, то есть, для туризма. то есть они все циферблаты уже поцарапаны, но я их использую, не жалею, то есть бывают ударяются, бывают падают, но они ни разу не выходили из строя, то есть потому что они водонепроницаемые, можно искупаться, можно понырять, можно в бассейн с ними сходить, можно в душе, то есть не снимать, то есть можно на даче с ними тоже работал, что-то делать. Такие надёжные водонепроницаемые часы, самое главное, берите, вот здесь вот минус не посмотрел, нету подсветки вот этой кварцевой, самое главное, чтобы ещё была кварцевая подсветка, стрелок и времени, чтобы мы всегда, их хватает, чтобы они днём заряжаются от солнца, ночь в палатке мы всегда можем посмотреть время, то есть часы, чтобы подсветки фосфорны были. Вот такие вот мои часы, а вы пишите в комментариях, какие вы больше любите часы, электричные, электронные или механические. Я люблю часы вот эти кварцевые, определился, то есть, ну самое главное, чтобы циферблат был не электронный, чтобы не показывало цифрами, а был именно со стрелками по классическому. И стрелки были настоящие, они тоже вот все вот эти циферблаты электронные, вот эти часы, что стрелки уже как такие вот компьютерные, то есть мне тоже это очень не нравится. Итак, на сегодня всё, всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки, также подписываемся на мой инстаграм, имя группы Рыбалка на Рейвконтакте, ссылочки будут в описании. Всем пока!